Предположим, мы уже нарисовали какой-то график, например, в MATLAB и хотим сделать из него какую-нибудь красивую научную картинку. Для этого нам нужно сохранить этот файл в формате EPS, то есть выбрать здесь EPS. Это редактируемый формат и он открывается в большинстве векторных редакторов. Заходим в иллюстратор, открываем файл в нем и мы видим, что он находится в полностью редактируемом формате, то есть можно, например, выделять линии по одной. Но для начала эти линии очень тонкие и нам нужно изменить их толщину. Тогда мы просто выделяем эту линию и делаем ее потолще. А вот эту линию мы хотим сделать не только толще, но еще и пунктирной, чтобы можно было их различать при черно-белой печати. Для этого мы нажмем кнопку строк и сделаем дэштлайн и пунктир автоматически появился. Здесь можно регулировать длину штрихов, а нажимая на эту кнопку менять расположение штрихов. Обычно картинки Матлаба экспортируются заодно с белым полем, которое, в принципе, можно удалить. И дальше мы хотим что-то сделать с подписями картинки. Допустим, нам чем-то не понравилась вот эта шкала, мы хотим другую, тогда мы можем выделить ее вот этой стрелочкой. Либо, если помимо нее выделяется еще что-то лишнее, можно выделить вот этой стрелочкой и просто нажать кнопку Delete или Backspace. Как сделать новую шкалу? Нажмем кнопку T, здесь будет текст, набираем 0. Здесь мы можем, в принципе, изменять размер шрифта. Для того, чтобы перейти в режим выделения, мы нажимаем кнопку Escape. Для того, чтобы перейти в режим набора текста, можно два раза нажать на сам вот этот 0. И тут будет, например, 0, 5. И здесь будет 1. И вот у нас все это криво, мы хотим сделать как-то поровнее. И тогда мы, удерживая клавишу Shift, выделяем все три цифры, либо выделяем их опять же вот этим образом. И нажимаем кнопку Align. И выбираем, как именно нам их надо выровнять. Например, по центру, по правому краю. И еще можно равномерно распределить их по вертикали. Тут они уже были почти равномерно расположены. Дальше мы хотим написать какую-то подпись. Например, длину волны. И набрать какой-нибудь спецсимвол. Например, букву лямбда. Тогда мы должны нажать кнопку Type. Здесь выбрать Glyphs. И среди них у нас откроется куча разных символов. И найдем среди них букву лямбда. Далее, в принципе, полезно все набирать просто шрифтом Arial. И желательно, чтобы абсолютно все шрифты на вашей картинке были одинаковые. Как по размеру, так и по виду. Вообще говоря, для иллюстратора даже существует специальный плагин, который позволяет набирать формулы в нем прямо в техе. Но у меня его нету. И поэтому ссылка будет просто в описании. Еще полезно заметить, что какие-то объекты вы можете передвигать стрелочками на клавиатуре. Это иногда бывает намного удобнее, чем перетаскивать их руками. Важно не забыть подписать линии, которые у нас получились. И, допустим, они не были подписаны исходно. Поэтому выберем кнопку линии. Нарисуем какую-нибудь линию. И вот она сразу нарисовалась внезапно нужного цвета. Мы можем ее скопировать. И для того, чтобы она стала вот такой вот оранжевой пунктирой, нужно выбрать инструмент пипетка и просто нажать на нужную линию. Ну и дальше их нужно, естественно, как-то подписать тем же самым шифтом. Далее мы хотим нарисовать, что это за график. Например, пусть это рассеяние от какой-то треугольной призмы или еще чего-то. И мы хотим просто нарисовать саму систему, как она выглядит. Нарисуем тогда треугольную призму. Выберем здесь правой кнопкой полигон. И выберем здесь три стороны. И вот у нас нарисовался такой вот треугольник. Выделим его опять же черной стрелочкой. И здесь обычно вот по этой кнопке целая палитра цветов. Вот эта кнопка настраивает цвет заривки. А вот эта кнопка настраивает цвет границы. Но почему-то цвета исчезли. Поэтому мы берем все и как целое копируем в какой-нибудь новый файл. Вот. В новом файле у нас уже появляется возможность выбирать цвета. При этом мы видим, что иногда, когда мы что-то выделяем, выделяется все сразу. Тогда нужно просто нажимать дважды. И вот, допустим, наша призма. Пока что мы нарисовали только треугольник. Сделаем ее белой. Или вот, например, светло-серой. И уберем границу вообще. То есть сейчас она как бы такой открытый объект. Как сделать из треугольника призму. Нажимаем эффект. 3D. И нажимаю кнопку Extrude. Здесь сразу выберем превью. Вот. Сразу видим, что у нас появилась замечательная призма. Правда, она ориентированно стоит на боку. Поэтому взяли. Повернули. И вот все вот тут прекрасно работает. Вот. Дальше можно выбирать освещение. Выбирать также больше опций. Насколько сильное это освещение. С какой стороны падает свет. И из-за этого, соответственно, все будет меняться. Здесь выбирать тоже резкость. Все показывается как и на вашей призме, если вы делаете превью, так и на вот этой маленькой сфере. Ну и, соответственно, в таких случаях обычно лучше всего ее делать совсем белой. Дальше, если вам не понравилось чем-то, как она расположена и так далее, вам нужно выбрать window, нажать appearance. И тут вот как раз должно появиться вот это окно, потому что по умолчанию его нет. И вот здесь вот выбрать как раз 3D Extrude. Вот. И здесь, опять же, можно ее немножко повернуть. Вот. Повернем ее вот так вот. И таким образом у нас появилась призма. Пусть теперь в этой призме возбуждается какой-то октупольный резонанс. Давайте попробуем нарисовать просто октуполь. Выберем вот здесь вот просто эллипс. Нарисуем эллипс и попробуем что-то с ним сделать. Так, вот эта кнопочка, она может добавлять сюда дополнительные точки. А вот эта кнопочка работает с каждой точкой по отдельности. То есть мы, например, можем взять и удалить половину эллипса. Дальше здесь мы можем, например, как-то перемещать эти точки. Вот эти две кнопки отвечают за угловатость. То есть, например, если мы нажмем вот так вот, то здесь появляется угол. Если мы нажмем на эту кнопку, то наоборот угол превращается в дуги окружности. Радиус регулируется соответственно вот этими ползунками. Попробуем как-то ее подеформировать. Добавить еще точек, например. И сделать некоторые точки углами как раз таки. А некоторые точки наоборот на окружности. Чтобы удалить какую-то лишнюю точку, нам нужно опять нажать вот эту кнопку и просто ее убрать. Вот у нас получилась какая-то половинка акту поля. Все сделано от руки. И на самом-то деле можно было взять откуда-то картинку и обводить ее по-прежнему. Но здесь вот просто на глаз. Далее. Хотим сделать вот из этой точки фигуру вращения. Опять нажимаем 3D. На этот раз Revolve. Превью. Вот у нас получилась такая замечательная функция. Что-то тут произошло. Какая-то точка встала поверх другой. Неправильно. Мы можем нажать в принципе окей. И вот здесь вот как-то с ними попробовать побороться. Например. Что-то здесь передвинуть. Здесь также можем... Здесь какая-то странная штука появилась. Просто добавляем еще какую-то точку. И у нас теперь все красиво. Даже после того, как мы сделали фигуру 3D, мы ее можем как-то менять и деформировать. Правда, это может быть не немножечко тяжело для вашего компьютера. Но эту фигуру мы можем менять также цвет. Для того, чтобы изменить размер фигуры, но сохранить его пропорции, надо изменять ее размер, удерживая клавишу Shift. И вообще клавиша Shift является самой полезной клавишей во всем иллюстраторе. Далее предположим, что мы хотим нарисовать какую-то стрелочку. Стрелочки очень часто приходится рисовать. Опять же рисуем линию. Делаем ее потолще. И просто нажимаем на строк и выбираем здесь стрелочку. Любую, которая нравится. Можно изменять размер стрелочки относительно размера линии. Увеличивать и уменьшать ее. Допустим, мы еще хотим нарисовать какую-то падающую волну. И тогда мы берем нашу стрелочку и разделим ее на множество маленьких кусочков. Опять вот этой кнопкой. Раз, два, три, четыре. И делаем ее для начала такой вот ребристой. Дальше делаем все вот эти штуки дугами. И уже регулируем просто сами дуги. Чтобы они все красиво ложились на стрелочку. Получилось не очень красиво. Надо больше дуг. Ну и сделаем их побольше. В таких случаях, опять же, лучше не рисовать с нуля, а обводить что-то. Потому что иначе это заканчивается просто тем, что все будет криво. И сделаем ее поменьше. А толщину сделаем ее побольше. А мы хотим линию толстую, а стрелочку маленькую. Поэтому взяли ее уменьшую стрелочку. В принципе, вот она. Просто и даже еще не совсем уродливая. Только вот здесь вот какая-то некрасивая штучка. Поэтому эту штучку мы как раз как-нибудь подвинем. Далее предположим, нам зачем-то нужен градиент. Мы хотим сделать красивый фон. Тогда сначала мы рисуем какой-то объект, который мы будем покрывать градиентом. Пусть это будет какой-то квадратик. И нажимаем дважды на градиент. Вот он встает в этот квадратик. Там иногда нужно несколько раз нажимать. Сам градиент, он настраивается в принципе тоже очень легко. Вот открывается вот такое вот окно. И можно менять соответственный цвет вот этой штучки. Пусть у нас будет такой вот темный синий. Можно также добавлять дополнительные переходные как бы моменты через какой-то еще цвет. И делать вообще произвольный градиент. И также можно менять вот он будет линейный или радиальный. Оставим линейный. Дальше выделим этот квадратик. Уберем его обводку. И мы хотим, чтобы вот этот градиент, неизвестно зачем, но был фоном нашей картинки. Нажимаем правой кнопкой на квадратик. И делаем orange send to backward. Это делает его просто на один шаг назад. И если мы сделаем orange send to back, то он встает за всеми остальными объектами. В принципе все. Основные функции тут практически все рассказывали. Допустим мы хотим еще добавить какую-то картинку, просто скопированную откуда-то к нашему рисунку. И у этой картинки очень часто есть фон. Чтобы удалить этот фон, проще всего использовать не иллюстратор, а например кинот на маке или powerpoint на windows. Для этого нужно просто вставить картинку на какой-то слайд. Это в киноте. Нажать изображение, нажать быстрое альфа и нажать на фон. Соответственно вот этот радиус окружности. Он изменяет степень чувствительности к цвету. В нашем случае все достаточно контрастное. Все. Теперь у нас картинка с прозрачным фоном. И мы ее можем добавить сюда. То же самое в powerpoint. Но для этого нам нужно нажать формат рисунка. Нажать коррекцию удалить фон. И он удалит фон как попало. То есть вот он тут какие-то области срезал. Поэтому надо пометить области для сохранения, если он срезал лишнего. Вот мы их пометили. А если он что-то еще должен срезать, то надо пометить области для удаления. Можно даже вот так вот. Вот он как-нибудь там попытается определиться, что вам нужно срезать. Сохраним. Вот у нас появилось удаление нужных областей. И также можем скопировать и вставить сюда. И оно уже будет здесь с прозрачным фоном. Не забываем удерживать кнопку shift при изменении формата. Вот у нас такая вот получилась картинка.